Время неумолимо летит вперед. До лета осталось всего 9 недель. Но в круговерте будней многим окружающая действительность все чаще напоминает день сурка. А это верный признак того, что нужно сменить обстановку и отдохнуть. Хотя бы в предстоящие выходные. Хотя бы на пару часов. Ну а куда пойти и чем заняться, вам как обычно расскажу я, Анастасия Куклева. В эфире Афиша и мы начинаем. Когда весь мир празднует юбилейную 55-ю годовщину со дня полета первого человека в космос, кажется вопрос, куда пойти, отпадает сам собой. Ведь в эти выходные в городе пройдет свыше 90 мероприятий, приуроченных в знаменательной дате. Одно из наиболее интересных фотоквест под названием «Юрий Гагарин. Колумб 20 века» пройдет 10 апреля на набережной космонавтов. Чтобы принять в нем участие, вам необходимо собрать команду минимум из трех, максимум из десяти человек и записаться вот по этому номеру телефона. Самые ловкие участники соревнований получат награды. Поэтому не упустите возможность побороться за приз и приходите 10 апреля на набережную космонавтов. Квест «Юрий Гагарин. Колумб 20 века» начнется в 13.00. Весна уже вовсю шагает по нашей стране. Дни становятся длиннее, температура воздуха повышается на глазах. А значит, самое время выходные активно отдохнуть. В качестве развлечений предлагаю отправиться на полигон и сразиться с друзьями в «Лазертак». Суть игры заключается в следующем. Участник абсолютно безопасным инфракрасным лучом должен поразить своего противника. Организаторы отмечают, что «Лазерный бой» не только развивает интуицию, но и улучшает физическую подготовку игроков. Принять участие в соревновании могут все желающие. Если вы еще ни разу не пробовали на себе этот захватывающий вид активного отдыха, то добро пожаловать. Здесь вам и море положительных эмоций гарантированы, и азарт. Ближайшая игра в «Лазертак» пройдет на аэродроме «Южный» 10 апреля в 10.00. Кстати, собирать свою команду не обязательно. Вы можете приехать на полигон один и поиграть на открытой игре «Солянки». «Солянка» и в «Лазертак» клубах традиционно называют игры, в которых соревнуются участники с разным уровнем подготовки. То есть все, кто пришел. Ваши маленькие исследователи начинают интересоваться всемирной паутиной. При любом удобном и неудобном случае норовят запустить на вашем телефоне мобильный интернет и готовы часами сидеть в онлайне. Тогда вам и вашим чадам будет полезно посетить выставку «Дети в интернете». Она рассчитана на школьников младших классов, их родителей и учителей, но при этом сделана в интерактивном формате, который будет интересен всем посетителям. Все экспонаты на выставке нужно трогать руками. В игровой форме малышам расскажут о полезных возможностях сети, вирусах и вредоносных программах. Взрослые же посетители выставки узнают о способах устранения рисков, которые могут постерегать ребенка в сети, а также о технологических инструментах, которые позволят защитить детей от негативного интернет-контента. Во время работы выставки в библиотеке все юные посетители пройдут уроки полезного и безопасного интернета, разработанного совместно с сотрудниками факультета психологии МГУ имени Ломоносова и Фондом развития интернет. Интерактивная выставка «Дети в интернете» работает в Саратовской областной научной библиотеке до 21 апреля. Но для проведения экскурсий необходимо записаться по телефону, который вы видите на экране. Что общего между мемом и тотемом? Ну, кроме того, что оба эти слова созвучны. Ответ на этот вопрос предлагаю искать на выставке, которая на днях открылась в Доме работников искусств. Называется она «От тотема до мема». На ней представлены работы как отечественных авторов, так и художников из Италии. С 30 января по 15 февраля проект спонировался в арт-резиденции «Гритченхолл» в Подмосковье. А теперь с ним можете познакомиться и вы. Работы художников посвящены трансформации традиционных образов народного искусства в современной культуре. Каждый месяц, если даже не неделю, в интернете появляется картинка, которая расходится по сети в самых разных вариантах. Наглядным примером на выставке служат монументальные ковры аппликации двух авторов. Из Перми Ольги Суботиной и Михаила Павлюкевича. Объединяются работы образ медведя. Медведь с трубой, медведь с сейфом, с пилой, с телевизором. Да что я вам рассказываю, лучше эту выставку один раз увидеть. Работает она каждый день, кроме воскресенья, в Доме работников искусств. И что немаловажно, вход на выставку свободный. Не можете пройти мимо телеэкрана, когда видите накачанных спортсменов? Или сами проводите все свободное время в спортзале с гантелями и штангой? Кажется, я знаю, куда вам нужно заглянуть в эти выходные. 9 и 10 апреля в городе пройдут мастерский турнир и чемпионат Саратовской области по пауэрлифтингу, его отдельным движениям, народному жиму, пауэрспорту и армрестлингу. Если вы понимаете, о чем я сейчас говорю, и для вас это не просто набор слов, то обязательно приходите на соревнования. Если физическая подготовка позволяет, то можете даже в качестве участника. К участию допускаются спортсмены от 13 лет. Если же к подъему штанги вы пока не готовы, то берите друзей и приходите болеть за спортсменов. Нашим землякам ваша поддержка крайне необходима. Кстати, на соревнованиях будет работать и наш телеканал. Речь идет о таком народном проекте, как видеобудка. Любой из вас сможет передать привет, сделать признание или заявить о своих талантах на весь город с экрана нашего телеканала. Приходите, обещаю, будет весело. Ну вот, пожалуй, и все самые яркие события грядущего уикенда. Я желаю вам хорошего настроения и отличного отдыха. Ходите на хорошие мероприятия и помните, в Саратове гораздо интересней, чем вы думаете. Продолжение следует...